Дорогие друзья, чтение Мигела. Обратите внимание, что чтение Мигела в разных городах разное время. Я поясню. В городах, в которых во время Йошуа не было крепостей, в этих городах мы читаем 14-го Адара. Понятно, да? То есть у нас в Нью-Йорке тогда не было крепостей под 14-го Адара. Но в городах, в которых была крепость, читается 15-го Адара. Это называется Пушушан-Пурим. То есть Шушан это была столица Персии, где была крепость. И там, в этих городах, допустим, в Иерусалиме, была крепость в это время. Или, допустим, в городах, которые есть Яфо, да? Тут тоже есть, допустим, Тошабшкалад, Томлин-Хокбе-Телавив, Ликроте-Мигелад, Белибераха, Гамбе-Йом, Тот-Вад-Кагонши-Телавив, Симухал и Яфо. Написано в Тель-Авиве, нужно прочитать тоже 15-го числа, без благословения. Потому что Тель-Авив, она близко к Яфо, и Яфо имела хома, имела, как говорится, крепость во время Юшуа-Бену, когда захватывала землю. Обратите внимание, что если человек, он приехал в Израиль, и он говорит, о, сегодня Пурим, я хочу поехать в Иерусалим, чтобы прочитать Мигела в Котеле. И приезжает в Котеле, они просто аравит читают и идут домой. То есть, этот человек, он без Мигела останется в этот день. И поэтому человек должен знать, в каких городах находиться, для того, чтобы прочитать Мигела. И тут написано, если в Тель-Авиве нужно будет читать два дня, в Иерусалиме они читают на следующий день, 15-го. И поэтому, если человек хочет, не знаю, быть в Иерусалиме, один день Пурима, один день в Иерусалиме, если человек приехал из Нью-Йорка в Иерусалиме, он сам читает. Первый, четвертый, четвертый, и потом пятнадцатый, еще читает. Без Рада Шэм. То, anyway, дорогие, нет, это зависит от того, где ты находишься в этот день. Это не зависит от того, откуда ты приехал. И, Без Рада Шэм, дорогие друзья, дай Бог, чтобы Худох Ахат, чудо Пурима было на нас, и дай Бог, чтобы Худох Ахат. Отстроиться, встретить Тибет Амикдаш, чтобы все с вами танцевали на улице в Иерусалиме. Дорогие друзья, Пурим и Ханука никогда не будут стерты из наших календарей. Такие праздники, даже которые историки, как Роша Шана, как Йом-Кипур, эти праздники уже не будут, нам не нужно будет сукоп, песхо и так далее, и так подобное. Но Пурим и Роша Шана у нас будут, извиняюсь, Пурим и Ханука у нас будут, дай Бог, чтобы мы все с вами танцевали на улице в Иерусалиме к этому празднику. Баруха Замея, Аллах, Амин, Амин.